Хамас подчеркивает, цель Израиля сорвать соглашение о перемирии и продолжить агрессию против палестинцев. С чем связан повышенный спрос на рынки смартфонов в первом квартале этого года? Ураганы, лесные пожары и длительные засухи ставят под угрозу стабильность электроснабжения. Далее обзор международной хроники. В воскресенье после сообщения агентства France Press о том, что Хамас прекратили переговоры о перемирии и освобождении заложников, группировка выступила с официальным заявлением. В нем говорится, что информация о заморозке переговоров не соответствует действительности. Хамас подчеркивает, что цель Израиля сорвать соглашение о перемирии и продолжить агрессию против палестинцев. Согласно информации, переговоры о перемирии могут возобновиться на следующей неделе. Ранее представитель Хамас заявил в France Press, что Исмаил Ханья, политический лидер группировки, информировал посредников о прекращении переговоров из-за продолжающейся политики промедления и обструкции, а также массовых убийств безоружных гражданских лиц. Однако, по всей видимости, Хамас готов возобновить переговоры, если Израиль продемонстрирует серьезность своих намерений достичь соглашения о прекращении огня и об обмене пленными. В субботу Израиль нанес удар по району между Аль-Мавасией и Ханьюнисом. Цахал утверждает, что в районе удара находились еще несколько десятков боевиков в Хамас, включая охрану. По данным Минздрава, сектора газа в результате атаки погибли 90 палестинцев. Около 300 получили ранения. Альфа-Бет. Материнская компания Google ведет переговоры о приобретении WIZ – молодого и быстро растущего стартапа в сфере кибербезопасности. По сообщениям источников, сумма сделки может составить несколько миллиардов долларов. Если она состоится, то это станет одним из самых крупных приобретений Альфа-Бет в области безопасности за последнее время. WIZ известен своим инновационным подходом к защите облачных сред. Его технологии используют искусственный интеллект для выявления и устранения уязвимостей в облачных системах. Это приобретение позволит Альфа-Бет усилить свою позицию на рынке кибербезопасности и расширить спектр своих услуг для корпоративных клиентов. Кроме того, это может дать Google доступ к новым технологиям и талантам, которые могут быть использованы для разработки собственных продуктов и сервисов. Однако Альфа-Бет и WIZ пока не сделали официальных заявлений о своих планах. Мировой рынок смартфонов продемонстрировал рост на 6% в первом квартале 2024 года, что связано с повышением спроса, вызванным появлением новых моделей с искусственным интеллектом и программами скидок. По данным исследовательской компании IDC, производители смартфонов активизировали выпуск моделей с интегрированным искусственным интеллектом, которые предлагают улучшенную производительность, персонализацию и функциональность. Изменение климата оказывает серьезное влияние на работу электросетей во всем мире. Экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и длительные засухи, ставят под угрозу стабильность электроснабжения. Повышение температуры может привести к перегреву оборудования, что увеличивает риск пожаров и повреждений. Сильные ветры могут обрывать линии электропередач, а ливни и наводнения могут затопить подстанции и привести к отключениям электричества. В некоторых регионах мира электросети уже не справляются с возрастающей частотой и интенсивностью экстремальных погодных явлений. Это приводит к отключениям электричества, которые могут оказывать серьезное влияние на жизнь людей, экономику и безопасность. Чтобы предотвратить перебои в поставках электроэнергии, необходимо укрепить электросети, разработать новые технологии и принять меры по снижению углеродных выбросов. Эксперты подчеркивают необходимость модернизации электросетей и адаптации их к новым климатическим условиям.